Число работодателей, желающих привить своих сотрудников прямо на рабочем месте, растет с каждым днем. Там, где нет медицинского пункта, врачей доставляет специальный автобус. На этот раз вакцинировали работников в дорожной отрасли. С установлением погоды у дорожников начинается жаркий сезон. Работы немало. На участке федеральной автодороги М7 сейчас идет большая реконструкция. Согласно проекту, в районе села Харкасы появится транспортная развязка с путепроводом для автотранспорта и надземными пешеходными переходами. Это позволит увеличить пропускную способность трассы и снизить аварийность на участке. У дорожников каждая минута на счету. Поэтому мобильные пункты вакцинации пришлись к стати. Сезон начался, а теперь только работать надо. Тем более погода хорошая стоит. Самому никуда не надо ездить. Чуть постоял в очередь здесь и все. Инициатива идет от работодателей. Здоровый коллектив трудится без перебоев. Чтобы графики не сбиться, чтобы никто не болел, как в прошлом году некоторые товарищи переболели, мы обратились к нашим медикам. Без отрыва от производства можно вакцинироваться. Если бы отправить их в больницу Чебухсары, это же время, целый день бы прошло. И просто один день минус. Вот и Андрей Николаев решил не упустить возможность. Давление полюбили. Нормально. Смотри. Хорошо. В салоне автобуса соблюдены необходимые санитарные нормы. Процедура простая – заполнить анкету и пройти осмотр у врача. Прямо здесь и сейчас. Достоинства мобильной бригады дорожники оценили. С дорожной отрасли я уже работаю с 2008 года. Вакцинацию прохожу, чтобы обезопасить своих близких и повысить коллективный иммунитет. Вакцинация прошла быстро. Очень удобно то, что приехала мобильная бригада. Через 5-10 минут немножко будет проверить свое самочувствие, потом без отрыва от производства приступаем к своим обязанностям. Все организовали, все доступно. Приехали на работу, организовали все. Среди моих знакомых, там тяжело переболевшие есть, тоже решили привиться. Думаю, что прививка защитит меня от вируса. Напомним, что с вакцины «Спутник Ви» в республике начали работать с ноября прошлого года. Врачи уверяют, это на сегодня самый надежный способ защиты от вируса. И он доказал свою эффективность. Неудивительно, что темпы вакцинации увеличиваются. Как мы видим, коронавирус очень коварен и очень много осложнений, вплоть до летального исхода. Очень хороший иммунитет сдают антитела. Через 42 дня после первого укола у всех практически хороший иммунитет. Хороший китр антител. Это значит защита от новой коронавирусной инфекции. Самое главное, переносится очень хорошо эта вакцина. Свою дозу защиты получили уже около 90 тысяч человек. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 60% населения республики. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.